Мы на месте. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Вокруг нее такая рамка, как ромб. И она пытается эту рамку расширить локтями, но она не поддается. Хорошо. Скэнер просканируй сейчас Наталью. Выведи эту рамку из нее вместе с рамкой. Выведи все подключенные к ней чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, микрочипы. Все это выходит и зависает перед Натальей. Пошел процесс. Это голограмма такой формы. Она вышла, с ней вместе вышли все чипы. Отправляю все. Как на маленьких проводочках таких, их много. Отправляю все в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду иначе три. Скэнер сканирует пространство над головой Натальи, под ногами 360 градусов вокруг нее. Три. Скэнер сканирует систем тонких тел Натальи, находит все. У нее красный дракон протянулся к этой платье, а больше у нее никого нет, но энергии у нее их мало и они как затемнены. Тяжелые какие-то энергии, даже те, которые остались. Какой у нас красный дракон? Снимается маска и голограмма. Дракон предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. 36.11. Итак, красный дракон, что ты делаешь в биополе человека с этой голограммой? Он подключается к ней, чтобы с ней куда-то попасть. Полететь с ней он хочет. Она тебя просила об этом? Нет, она его не просила. У него две головы. Голова, которой 328 лет, должна увидеть переход в рай, он говорит. Мне кажется, твоя голова 328 должна сейчас увидеть печать дракона. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. У него маленькая голова повисла, а вот большая она как сопротивляется этой печати. Хорошо. Ждем пока. Он передумает. Красит, остановите. Выключая печать. Итак, дракон, ты находишься здесь нелегально. Ты зашел с захватом в ее биополе. Ты установил голограмму в биополе человека, который болен. Сколько стояла эта голограмма в ее биополе? И как она вредила ее здоровье? Первый вопрос. Он показывает вот эти чипы, которые на маленьких проводках, они были подключены в совершенно разных местах по всему телу. И они большой дискомфорт делали. Даже не ей, а органам разным. Ну что, мне причинить твоим органам сейчас беспокойство или как? Я не понимаю сейчас тебя красный дракон. На что ты надеялась? Ты просто преступник. То есть у нее не было общей какой-то боли, но у нее то там, то там были какие-то знаки от этих, как защипов, чипов. Сколько этот ромб, его голограмма находилась в биополе Натальи? Где-то 6-7 месяцев. То есть он его строил еще какое-то время. Хорошо. Если конструкция и энергии красного дракона влияли на развитие болезни, рак загорается над его клеткой зеленый маячок. Если нет, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Ну что ж, дракон. Он говорит, я же сказал, мне нужен был переход вместе с ней. Ты убивал человека на физическом плане. Вот что тебе нужно. Синий, красный дракон. Ему нужно было выйти с душой. Сегодня ты выйдешь с печатью на лбу у себя этой цивилизации, которая принадлежит Наталье. Ты будешь... Все узнают, какой враг ты какой цивилизации фактически являешься. Начинаем работать. Будем разбираться с тобой. Красный дракон, для меня ты преступник и совершил грубое нападение, игнорируя все законы мироздания. Ты забрал у человека право распоряжаться собственными энергиями. То, что тебе нужно, уже никого не интересует. Ты находишься в ее власти. Если она сейчас скажет уничтожить тебя, это будет всего две секунды, и ты перестанешь существовать. Вот до этой грани ты сейчас дошел. Ты находишься. Вся твоя существование в руках Натальи. Тебе это понятно? Он говорит, что он ее защищал от других интерферентов, захватив все тело. Я произвожу на тебя какое-то впечатление глупой души или как, что ты мне это рассказываешь? Ты являешься причиной болезни или ускорил ее, так или иначе. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические и сферические каналы к красному дракону и этому ромбу-голограмме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая аборационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Натальи. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. И все, что она могла получить, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Посмотри, что идет, Вера. Ей идет энергия дракона. Наталья, она ангельская душа. Он синхронизировал полностью себя в этой голограмме с ее органами на тонком плане, с крыльями. Поэтому он хотел вылететь с ней, как он говорит. То, что он вылетит, это точно. Но неизвестно еще куда. Ты хочешь ангельской энергии, дракон? В моих руках появляется шар ангельской энергии. Один, два, три. Хочешь ее получить сейчас? Не таким путем. Вот именно таким путем ты и получишь ее. Убираешь шар. Потому что когда происходит обмен, это то, что он делал. Он давал ей дракон. Дракон, она как щипала его красной энергией. Просто зажигал своей красной энергией, как и делает красный дракон. Реверс закончился. Устанали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Наталья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. И обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Усилие потоки в 50 раз. Скэнер, дай мне полноту души Натальи на настоящий момент. Сто процентов. Что возвращается к ней? По цветам чакры? Нет, и ангельская энергия возвращается. А, так он еще ангельскую энергию воровал. Ну, дракон, попал ты. Не воровал, менял, он говорит. Менял? Это когда тебе дал второй твой контрагент в свое согласие. В этом случае ты подсовывал свою энергию, воруя другую энергию. И в этом есть очень большая разница, красный дракон. И ты об этом прекрасно знаешь. Реверс закончился. Скэнер, просканируй сейчас, пожалуйста, Наталью на частоте красного дракона и этой голограммы. Не осталось ли что-то незамеченным, невытащенным? Если есть, выводи сразу. На их частоте ничего нет. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Натальи с красным драконом и этой голограммой. До 100% пошла рассинхронизация. Готово. Включаем внутренний белосвет Натальи. Этим светом нам выдавливает из себя все негативные патогены, низкоаберационные остаточные энергии на частоте красного дракона и его голограммы. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Готов, шар. Открывая воронку в галактическое дро, шар уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю и даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Наталье, помогая моей энергией отстегнуть ей все каналы, к красному дракону и голограмме. Значит, 3-1-2-3, удар, отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое дро, каналы уходят на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Попала. Хорошо, здесь мы закончили. Мне больше тебя дракон сказать нечего. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь красный дракон двухглавый, 36-11 и 328, вторая голова. Установили ромб-голограмму, 6-7 месяцев сидели. У человека сейчас болезнь рак внутренних органов. И мы проверяли, его конструкция влияла на эту болезнь. То есть он непосредственно участвовал. Цель его была показать молодой голове ангельский мир, когда она уйдет в другой мир. Она говорит, что нужно крылья рассинхронизировать, если не сделали. Нет, мы не сделали. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию крыльев с красным драконом и его голограммой. Значит, 3-1-2-3 пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Общая команда на рассинхронизацию не дает команду на крылья. Она говорит, что не знает, как ваш скеннер работает. Я просто говорю, что может быть. Скеннер, проверь, крылья были, синхронизация была или нет. Была, он удалился. То есть закончилось, да? Да, они его забрали, голограмма осталась. Под голограммой открою воронку в галактическое другое, голограмма уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Давай заправим энергиями на талию. Сейчас посмотри, сколько энергии ей нужно и какая частота вибрации. Подожди, ей идет информация, что ей нужна живая вода. Ванна? Да. Мы это сделаем вместо заправки или после заправки? В дозу заправки. Хорошо. Давай тогда сейчас сразу перейдем к ванне с живой водой. Она у нас есть, да? Да, она есть. Итак, Наталья подходит сейчас к нашей ванне с живой водой. У нас есть. И сейчас Наталья погружается в эту ванну с живой водой. Манифестируя на физическом плане. И как она закончит, может выйти потом из ванны. Опиши, Вера, что происходит. Много, что происходит, что ты говорил, все происходило. Обвинялись фантомы, из нее выходили. Вода бурлила? И из нее выходили такие, как старые, тома органов, я бы так сказала. Вода бурлила, да. И она наполнена этой энергией, но ей идет информация, что энергия, она должна циркулировать, а у нее она застойная. То есть гармонизации нет этой энергии. Нет баланса в теле. Она не ходит, а тело энергии, она стоит. Потому она такая тяжелая вначале выглядела. Она готова. Она вышла из ванны, да? Нет, она лежит, но она готова. Хорошо. Команда. И Наталья выходит из ванны. Возвращаемся к нашему скэнеру. Да, готова. Хорошо, давай заправим ее энергией, синхронизируем и гармонизируем, и запустим все энергии по кругу. Посмотри тогда, пожалуйста, сколько энергии нужно Наталье и какая частота вибрации. 420 и 28. На счет 3 макушку головы Натальи начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 420% каждые. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать, мощность потоков усиливается. Дадим ей еще поток ангельской энергии, родной энергии. И частота вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Она говорит, что ей нужно столько энергии, чтобы перезапустить тело физическое. 420 хватит или больше дать? Она говорит, что на физическом плане можно использовать от 420 до 500 цифр. Это должна прочувствовать она на физическом плане сама. Понимать, сколько заходит. Энергиями совсем переполняться нельзя, но каким-то чакрам и органам нужно больше, каким-то меньше. Она сама должна, знаете, научиться работать. Хорошо, мы передадим. Заправилась? Да, готова. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Наталья стоит в скеннере. Я даю команду скеннеру. Скеннер, включи медицинскую программу, рак. Найди все раковые клетки и клетки метастаза в ее тонких телах. Выводи их из биополя полностью, до 100%. Если не выводится, уничтожай сразу на месте. Все эти клетки выходят вместе с их фантомами. Здесь их нет, потому что... В воде? Да, вода уже сделала все это, все это вышло уже. И если осталось микрочастицы, то скеннер просто изжигает их. Хорошо, скеннер. Удаляет. Удаляет. Пройдите еще раз и удали их. Самая ценная информация она получила, это номер. Количество энергии. Да, процент энергии. И то, что ей нужно научиться с этим работать и понимать. Только так она сгармонизирует все тонкие тела вместе с физическим. И только так физическое почувствует изменения. Хорошо, заправка энергии под днем в вибрации. Должна сделать запрос и понять, сколько ей нужно каждой чакре, какое количество энергии. И потом поднять до необходимого уровня эти энергии. Скеннер убирает? Да, она готова. Что мы еще можем сделать для Натальи? Куратор может нам подсказать? Ну, она это все и подсказывает. Она должна научиться чувствовать 420 и 500. Она должна понимать, какие чакры можно побольше. Поднять процент энергии и раскрутить вибрации. Только научившись чувствовать, она сможет работать с этим. И обязательно гармонизация. Иначе будет застой энергии. И обязательно после заправки энергиями идет команда. Синхронизируется энергия и вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Это я говорю для Натальи, когда она будет заправлять себя энергиями. Энергиями нужно направлять в больные органы, визуализируя процесс исцеления, как эта энергия сжигает все больное, все нездоровое, если таковое есть или будет. После этого, соответственно, поднимать вибрации и еще раз все синхронизировать и гармонизировать. Хорошо, мы здесь закончили. Больше информации нет. Тонкая копия что-то хотела своей физической копии передать? Какой-то совет? Она показывает себя. Она перенасыщена сейчас энергиями живой воды и энергиями в процентах и вибрации, которые, они как живые, вокруг нее имеют защиту и свою силу. А также в ней есть ангельские энергии. И вот эту силу она должна представлять в себе. То есть она должна понимать, что физическое тело защищено всеми. вот этими энергиями. И если она чувствует, что она истощается, у нее есть инструменты, как наполнять себя и защищать свое физическое тело, расширяя и увеличивая вибрации. Благодарю за эту информацию. Тогда мы будем возвращать Наталью в ее систему Биоробот Душа, чтобы все эти сейчас энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Натальи в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Энергии, которые мы оставили, ее как почистили, физическое тело, ей легко сейчас гармонизироваться с физическим телом. Я активирую в ее биополе Меркабу для структуризации энергии Земли и космоса, воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Меркаба активирована и работает в автоматическом режиме. Готова. Сейчас я вижу. Отлично. Еще что-нибудь можно сделать? Или мы все сделали? Она сияет вся внутри Меркабы. Тело физическое у нее как очистилось. И она наполнена разными энергиями, с которыми она сейчас должна понять и представить их, прочувствовать. Какие-нибудь чакры поднять дополнительно сейчас? Нет, она вся в гармонии. Сейчас она переливается разными. Хорошо. Отключаемся тогда от Натали и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok